Самый радикальный способ решения жизненных проблем. В медпункте одного из поселков Свердловской области неожиданно появились гробы. Местные жители в шоке. Помещение, где выписывают лекарства, выписывают рецепты и дают лекарства, стало похожим на бюро ритуальных услуг. Репортаж Инны Осиповой. Гробы делают, венки сразу. А врача-то нету, да, не занимаются. И медпункт не работает? Нет. А почему? Сразу гробы делают? Гробы, венки и памятники вместо лечения предлагают теперь жителям поселка Черемша. Единственный местный медпункт за одну ночь переоборудовали в салон ритуальных услуг. В процедурном кабинете еще стоят кушетки для больных, но фраза «проходите, раздевайтесь, ложитесь» стала совсем неуместной. Пациенты, пришедшие к врачу, долго не верили, что это не розыгрыш. Ой-ой, там вообще мат. Ну что, мат? Жители Черемши теперь вспоминают анекдот про больного, который просит санитара отвезти его в реанимацию. А в ответ слышит, доктор сказал в морг, значит в морг. Сразу гробы нам заказывать. Можно не ходить туда сразу. Да, да, вот вы нет. А что, вот сразу, дескать, из медпункта запаха стало, и не заказывайте гроб. Да, да. Я говорю, как хорошо. Ой, как хорошо. Помещение, где был медпункт, принадлежит мебельной фабрике. Местные власти несколько лет не платили владельцам ни за аренду, ни за коммунальные услуги. Вот хозяева и решили сменить профиль учреждения. Сказали, завтра вывозите вещи, и все. Они взяли вещи, вывезли. Ну, вот чуть ли не выкинули на улицу. Ну, что делать? Новый арендатор, хозяева ритуального салона готовы потесниться и выделить одну комнату для медиков. Это, говорят, даже выгоднее для их бизнеса. Мы думали, что это же даже для нас хорошо, что тут постоянный контингент есть, постоянная посещаемость. Мы думали, также рассчитывали на долгое средство. Теперь черемшанцам придется ездить в поликлинику города Азбест. Это в нескольких километрах отсюда, куда ходит автобус. Да, ну, нужен труд какой-то, чтобы прийти, принести себя в лечебно-профилактическое учреждение. Более того, значит, ну, есть необходимости каждый день в больницу ходить. Человек болеет, ну, раз, ну, два в год. Ну, кто-то почаще, может быть. Но это не та проблема. Кстати, ритуальные услуги, в общем-то, это тоже вещь нужная для населения в том числе. Но многие черемшанцы теперь вовсе отказываются от лечения. Занимать очередь в Азбесте нужно на рассвете. Мне лучше людей в 6 утра занимать очередь. Я в такую тень в 8 часов утра должна идти туда на прием, когда здесь рядом. Медпункт в Черемшине проживает более 2000 человек, работают 30 лет. Теперь о нем напоминает только табличка. Жители поселка сейчас пишут письма во все властные структуры, отстаивая право на жизнь свою и медпункты. Пока удалось добиться только одного, чтобы из них социальное напряжение в ритуальном салоне для местного населения ввели скидки на гробы. Нина Осипова, Артем Пифанов, Наталья Самойлова, НТВ, Свердловская область.